Шах и мат. В Люберцах прошел чемпионат округа по быстрым шахматам. В интеллектуальном поединке сразились более 30 соперников разных возрастов. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Третья. Глобов Александр Захара Диван. На турнире собрались 34 игрока. Сегодня быстрые шахматы. Они отличаются от классических временем партии. Оно не должно превышать одного часа. Выбор соперника в чемпионате случайный. Самому старшему игроку 82 года, младшему 7 лет. В шахматах нет такого понятия дети. Есть понятие рейтинг и спортивный разряд. Кто имеет третий спортивный разряд и выше, принимает участие в этом турнире. У Варвары Чекан в 13 лет второй взрослый разряд. Она победительница Московской области среди девушек и обладательница третьего места в областном чемпионате среди женщин. Шахматы, да, нравятся. Они развивают моторику, мозг. Они хорошо помогают жизни. Когда в шахматы играешь, хорошо знаешь математику. На Люберецкий турнир приехали спортсмены из разных городов. Александр Лобов из Раменского – серьезный соперник даже для опытных шахматистов. Он – кандидат в мастера спорта. Любовь к логической игре молодому человеку привили еще в раннем детстве. Научил играть папа, а потом отдал меня… Я пошел, точнее, в шахматный клуб. Они развивают дальность расчета, можно на несколько шагов вперед представлять ситуацию. По итогу соревнований Александр Лобов завоевал третье место. Вторым стал Геннадий Ожогин. А победителем – гроссмейстер международной категории Сергей Архипов. Он стал обладателем золотого кубка. В следующий раз спортсмены сразятся в классических шахматах на полуфинале чемпионата Люберец. Турнир пройдет 9 октября в Доме офицеров. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.